Всем привет и добро пожаловать в игру Dead by Daylight в Храм Тайн, где произошло очередное обновление навыков и на этой неделе доступны следующие навыки. Для мана доступны навыки Безжалостный Шторм, навык Онрио и генетические ограничения, навык Сингулярность. А для вышедших доступны навыки Призвание, навык Габриэля Сома и командная работа Общая Скрытность, навык Рената Лира. Что касается персонажей, характеров и их навыков, то навык Онрия является платным персонажем, покупается либо в DLC вместе с Йоти, либо покупается отдельно как персонаж за золотые клетки. А вот все остальные персонажи и их навыки, то есть все персонажи являются условно бесплатными, открываются за Раджаные Осколки, поэтому в принципе все их навыки покупать на мой взгляд не стоит, а просто стоит подкопить Раджаных Осколков, открыть Сингулярность, Рената, Габриэль, Сома или любых других персонажей. И собственно прокачав их, открыть все их навыки для всех остальных манов и выживших. Вот навык Онрия, стоит либо купить, если вы не хотите покупать непосредственно Онрия, либо собственно купить персонажа или открыть DLC, купить DLC, ну и собственно тогда уже прокачать новых персонажей и открыть все их навыки. А к чему это все? К тому, что единственное, что стоит покупать в Храме Тайны этой недели, это навык Онрия, Безжалостный Шторм. Все остальные навыки лучше не покупать, а подкопить Раджаных Осколков, открыть персонажа, чей навык вам наиболее интересен, ну и собственно уже прокачать персонажа и открыть все его навыки. Опять-таки, если вы не хотите, хотите использовать его навыки на каких-то других выживших или манах. Ну, для мана это наиболее актуально, нежели для выживших, поэтому в принципе вот так вот. Давайте-ка пройдемся по всем навыкам, тогда отдельно, по отдельности и поподробнее. Безжалостный Шторм, навык Онрия. Пусть все ощутят ваши страшные муки. Когда генератор починен 90%, вы же работаете с этим генератором, надо постоянно проходить проверки реакции за неудачу или прекращение ремонта генератора. Генератор блокируется сущностью на 18 секунд, соответственно, время увеличивается, когда навык прокачан на третий уровень. Безжалостный Шторм может сработать только раз за матч для каждого генератора. То есть, смысл таков, что начинаются проверки реакции, причем не одна, а много-много-много проверок реакции, и вы должны просто одну за другой все их благополучно пройти, иначе генератор хлопнет, ман узнает, где это произошло, и, соответственно, генератор начнет откатываться, плюс он заблокируется на определенное время, и, соответственно, вы не сможете его быстро добить, а ман, скорее всего, может прибежать в этот район и начать поиск выживших. Вот, поэтому вам придется убегать, либо прятаться. А генератор ман, опять-таки, может ударить и откатить еще больше. Вот, поэтому, в принципе, навык, с одной стороны, для мана, ну, в какой-то степени полезен, особенно если есть какие-то навыки, которые откатывают генератор еще больше, когда он начинает ломаться. Вот, по большому счету, иногда этот навык вообще ничего не значит, потому что выжившие без проблем проходят проверки реакции, чинят все гены. Ну, или, по крайней мере, когда они первый раз попадают на эту проверку, они могут ее провалить, а потом они уже знают, что их ждет проверка реакции подобного рода, и они уже будут к ней готовы, не будут отвлекаться ни на что, когда они сидят и дочинивают ген. Вот, а поначалу они просто могут отвлечься, посмотреть, где ман, где выжившие, что происходит на карте. Раз, проверка появилась, они ее провалили. А, окей, хорошо, все, в следующий раз мы уже будем более внимательно на этом моменте. И больше они проверку реакции не провалят. Вот, поэтому, по большому счету, навык очень-очень ситуативный, очень специфический. Опять-таки, если у вас, например, есть какие-то навыки, которые уменьшают зону проверки реакции, ускоряют проверку реакции, например, там, навык клоуна или навык доктора, да, там, какие-то навыки, которые, грубо говоря, там, присутствие, не помню, как это правильно навык называется, невыносимое присутствие, либо навык клоуна, клоунофобия или какой-то еще навык. Вот, когда у вас есть такие навыки, когда, например, радиус террора огромный у мана, то тогда, в принципе, да, как вариант, выжившие могут проваливать эти проверки реакции намного чаще. Вот, но, опять-таки, не факт, что это вам каким-то образом поможет, если вы находитесь далеко, там, радиус террора большой, опять-таки, выжившие хорошо играют, вы можете совершенно, ну, спокойно, что с этим навыком, что без этого навыка, никаким образом не найти и не поймать их. Вот, поэтому, на мой взгляд, навык, все очень зависит от команды, против которой вы играете, и от вашего скилла, и от связки с другими навыками, насколько это вообще будет хорошо работать совместно, ну, и насколько вы вообще будете в этом разбираться и реагировать на всю ситуацию. Вот, поэтому я бы сказал, что навык очень специфический, и 50 на 50 в каких-то матчах он прям реально очень помогает, в каких-то матчах, в каких-то связках он вообще никак не помогает, никак не работает, то есть, ну, никакой пользы особо не приносит. Опять-таки, выжившие, ну, он один раз за матч на одном генераторе срабатывает, соответственно, если вы этот генератор заражите, в любом случае, выжившие к нему прибегут, зачинят, и вы ничего с этим сделать уже не сможете, потому что данной проверки больше не появится. Вот, поэтому, ну, на мой взгляд, очень-очень ситуативно все. Что ж, переходим к следующему навыкам, генетические ограничения. Ограничения человеческой жизни во всех сферах становятся очевидны, когда выжившие завершают лечение, на него накладывается статус усталости на 24 секунды. То есть, в принципе, хилишься, получаешь усталость, и не можешь нормально бегать, пользоваться навыками, которые зависят от усталости. Вот, в принципе, и все. То есть, с одной стороны, прикольно, есть определенные ограничения, и вы можете догнать сурва и поймать его. А с другой стороны, в принципе, может вообще никак не повлиять, в зависимости от того, ну, там, время, да, 24 секунды, когда навык будет третьего уровня, может быть, там, 30, 35, 40 секунд. Но, по большому счету, в принципе, это не сильно большое и серьезное ограничение. Поэтому я бы сказал, что данный навык, опять-таки, не очень полезен. Хотя, хотя все будет зависеть, наверное, от связки навыков и от мана, за которого вы будете играть. Вполне возможно, на каком-то мане это будет работать, и с какой-то связкой навыков это будет очень хорошо работать. Опять-таки, когда вы там летаете, телепортируетесь, быстро бегаете и находите выживших, гоняете, не даете им нормально передохнуть, собственно, тогда, может быть, в какой-то ситуации это будет работать очень-очень хорошо. Опять-таки, добро пожаловать в комментарии, пишите свой экспириенс, свой опыт использования данного навыка, на каком мане вы считаете этот навык полезен, ну и, собственно, в какой связке вы считаете он будет работать наилучшим образом. Пожалуйста, всегда welcome в комментарии. Они открыты. А мы переходим к навыкам для высших призваний. Габриэль Сома. Довольно-таки неприятный навык, и мне кажется, я не знаю, его понерфили или нет, но в свое время, когда он появился, все на самом деле писали, что довольно-таки неприятный навык. Игроки заманов очень не любят данный навык. Почему? Вы были рождены выживать и приучены адаптироваться. Навык призвания активируется, когда вы оказываетесь ранены после завершения лечения другого выжившего, вы получаете эффект стойкость на 10 секунд. С глубокой раной скорость вашего бега увеличивается на 3%. То есть, когда вы кого-то хилите, вас не могут ранить. И плюс вы получаете... Ну, вас не могут ранить, если вы ранены, вас не могут кнокнуть, плюс вы получаете ускорение с глубокой раной. Поэтому вы начинаете бегать. Причем это ускорение, оно бесконечное, оно постоянно действует, и вы начинаете бегать быстрее, что дает вам больше преимущества, если вы там лупите мана где-то, в какой-нибудь коробке там и так далее. Вот. Поэтому, в принципе, это довольно-таки неприятный навык. Если вы играете на мане, для вас, когда у выживших есть подобного рода навыки, но это неприятный момент, вы начинаете вообще страдать от того, что вы не успеваете за выжившими, они начинают там бегать, прыгать, скакать, перелазить через окна палетки, и, в принципе, успевают перетягиваться от одной конструкции к другой, а вам приходится тяжело. То есть, о выжившем как раз, наоборот, есть определенное преимущество, определенный бонус к скорости и возможности куда-то перетянуться, либо помансить в одном месте, ну и впоследствии перетянуться куда-то еще. То есть, на самом деле, люди, кто очень хорошо бегают против определенных манов, они могут, на самом деле, отбегать все пять генов, там, до открытия ворот, и вы ничего не сделаете. Ну, опять-таки, все зависит от вашего скилла, от мана, с которым вы играете, ну и от скилла всей команды, как они вообще себя поведут, что они сделают, пока вы, например, гоняетесь за одним выжившим с этим навыком, который очень хорошо бегает. Ну, понятное дело, лучше этого высшего бросить и переключиться на кого послабее, но вы же тоже, может быть, хотите поймать его принципиально. Вот, поэтому навык довольно-таки забавный. Мне, честно сказать, он не заходит, я играю с другими навыками, но тем, кто хорошо бегает, мансит, наверное, это прям must-have, один из самых необходимых навыков, которые должны быть у вас в матче. Опять-таки, если я не прав, пожалуйста, если этот навык поменяли каким-то образом после его появления, я не отслеживаю все моменты, потому что, ну, навыков огромное количество и периодически что-то меняется. Вот, я не всегда просто помню, что там поменялось у всех этих навыков. В любом случае, добро пожаловать в комментарии, пишите, что вы думаете по поводу этого навыка, по поводу его использования, ну, и в связке с какими другими навыками вы считаете, он должен быть в матче. Что ж, и в заключении у нас навык командная работа, общая скрытность, Рената Лира. Вы привыкли отвечать добром на добро. После того, как другой выживший заканчивает лечить вас, вы оба прекращаете оставлять следы трещины, пока держитесь на расстоянии не более 12 метров от вылечившего вас, выжившего. Или пока один из вас не потеряет здоровье. Командная работа, общая скрытность срабатывает не чаще раза в 180 секунд. Опять-таки, время варьируется, в зависимости от уровня навыка. Одновременно на выжившего может действовать только один эффект этого навыка. То есть, там есть несколько эффектов навыка командная работа, соответственно, на вас действует либо один, либо другой эффект. Мне кажется, навык довольно-таки специфический, и по большому счету, я, честно сказать, даже не встречал его, наверное, в матчах, чтобы кто-то брал эти навыки. То есть, когда вы заканчиваете хилить кого-то, вы не оставляете следов трещин. В принципе, в командной игре, наверное, прикольно, когда вы где-то в здании или на закрытой карте где-то там отхилились, бегаете, не оставляете следов трещин, причем вообще пока вы рядом где-то бегаете, это, наверное, очень сильно. Ману очень будет сложно найти кого-то и отследить, и найти кого-то. С другой стороны, опять-таки, в зависимости от команды, в зависимости от того, с кем вы играете, в соло, не в соло, тут навык либо будет работать, либо, может быть, вообще будет бесполезен. Поэтому очень-очень ситуативный навык. То есть, в данном случае, это прям, на мой взгляд, командный навык, когда у вас связь, там, голосовая связь с вашими тиммейтами, вы знаете, что происходит, что вы делаете, как вы играете, и ваши тиммейты вам помогают и с вами, собственно, действуют сообща. А если вы в соло, мне кажется, этот навык абсолютно бесполезен. Опять-таки, если я не прав, добро пожаловать в комментарии. Ну, а на этом, пожалуй, данное видео заканчиваем. И всем огромное спасибо за просмотр. Еще раз повторюсь, я бы покупал только безжалостный шторм. Если у вас нету Онри, в противном случае, вообще ничего покупать не стоит. Просто открываете персонажи. У меня, например, нету Рената Лиры, у меня нету Сингулярности, если я правильно помню. Вот. То есть, надо открывать этих персонажей, ну и, собственно, прокачивать их и открывать все их навыки. Покупать навыки условно-бесплатных персонажей вообще смысла не имеет никакого. Это мое мнение. Ну, что ж. И еще раз спасибо всем за просмотр. И до следующих видео. Всем пока. Увидимся в тумане. Субтитры сделал DimaTorzok